ну что про фрусрался это знаете как пробник смерти ну как там твой синдрома басранца вот и проталкивай какие-то светлые мысли глубокие в этом подкасте я точно укусил вампир какие-то всем привет это бесячий душный вонючий подкаст код красный всем привет это самый бесячий душный вонючий подкаст под названием код красный могли бы сказать спасибо здесь мы собираемся раз в неделю и обсуждаем что нас бесит почему бесит как бесит и в игровой форме обсуждаем эти тезисы друг другу ставим в конце оценки и выбираем кто самый душный из нас и так давайте напомним кто у микрофонов как обычно я никита стратег редкетс умею чистить кальмары в холодной воде я саша копирайтер редкетс и однажды я читал рэп представителю службы безопасности ржд я должна это перекрыть сейчас просто я это уже не перекроешь а я дедишка диана как вам угодно креатор в рэд барни а почему не день день а это которые вот эти барни это которые вот выпускают эти вкусные мешки барни я очень люблю с бананчиком ну да ну типа красный шарай я даша ведущая подкастов работаю редактором подкастов в студии red barn и еще хочу есть вот перманент на каждый выпуск этого подкаста могу почистить кальмар я не ем кальмара кстати приблигий свой кармаль карманы сегодня предлагаю обсудить всяческие психические вопросы ментальные расстройства не знаю что то еще ментайные расстройства ментай ментай расстройства которые возникают у рыбы ментай когда он размораживается я тут долго думала и поняла что меня буквально не то чтобы даже бесит но буквально знаете будоражит мысль о том что я могу сойти с ума и даже об этом не знать то есть моя фляга в какой-то момент может начать свистеть гораздо сильнее чем обычно и я просто об этом не узнаю я могу делать начать абсолютно странные вещи я могу перестать обслуживать себя как это вот происходило по крайней мере все почти 24 года моей жизни ебнуться могу и даже не пойму так ли это или нет и я буду думать что все в порядке ну просто так нужно себя вести и так делать а на самом деле я буду и бобо но тебе будет пофигу ты же будешь и бобо ну да но я так как бы общаюсь с разными людьми и они со мной каким-то образом связаны и мне не хотелось бы чтобы вот это было вот так это знаешь как типа когда ты вампир перед тем как стать вампиром нужно привести себя в максимально подходящую форму потому что ты такой останешься на всю жизнь а тут у меня даже не будет такого шанса то есть я могу быть максимально просто ну конченной и все и я так и останусь я выпил из тебя всю жизнь если я тебя оставлю ты умрешь или я сделаю тебя вечно молодым таким как сейчас к обращению вампира нужно готовиться как вот к сексу да ну там ноги везде побрит мне кажется это ответственнее чем секс вены мошки ну вот превращение вампира это ответственнее чем секс потому что ну секс как бы ну и получился нехороший ну и хрен бы с ним ты же не ну вот представь что тебе нужно подготовиться к сексу который будет длиться вечность и у тебя не будет каких-то перерывов на то чтобы там сбегать на лазерную эпиляцию мне нужен танкер со смазкой получается что так подумайте об оборотнях вагонах но им не нужно себя приводить форму но это понятно но надо выбрать собаку которую ты будешь превращаться а если к примеру это зависит от того какая собака в ближайшем ну вот каким-нибудь радиусе одного километра доступно для превращения и ты превращаешься в мопса такого если ты можешь быть неосознанным то есть не осознавать это превращение то и ладно вот мне кажется что как диана говорит про то что она типа может сойти с ума и но это же как раз она не будет осознавать что она сошла с ума да но понимаете в чем прикол я это не за себя переживаю я же очень эмпатичный человек если вы думаете что я мразь все кто это слышат и все эти выпуски так думали во первых и правы а во вторых но я это делаю даже понимаете настолько видимо эгоцентрично что мне просто не хотелось бы чтобы обо мне как-то так думали я знаю как тебе помочь как а ты просто запомни что в таких ситуациях если ты будешь чувствовать вот это вот надвигающееся безумие ты просто говори я креативный директор мне кажется что я не буду чувствовать надвигающееся безумие и в какой-то момент ну типа я собралась идти на терапию и мне короче казалось что у меня есть возможно какой-то диагноз ну вас не было такого что вы просто начинаете гуглить или смотреть типа все заканчивается всегда раком поэтому я больше не гуглю интересная поза смысле раки которых ты варишь как кальмары холодной воде очевидно же так вот и я буквально гуглила типа если вот у меня это заболевание ну типа понимают ли люди с вот этим заболеванием что они болеют этим заболеванием или нет но это максимально странно мне кажется ну нет не то чтобы мечта сойти с ума но типа я просто думала что наверное если я сойду с ума прикольно что я не буду этого осознавать я буду в каком-то своем мирке жить где все прекрасно наверное ну вот мне кажется есть уж сходить с ума то вспоминая о нас но в целом да все у меня тут недавно просто группа рефлекса если вы помните у друга начала крыша протекать вот и мне на самом деле было ему очень сложно объяснить что он сон сходит с ума ну то есть он мог там перепутать факты одного дня несколько раз за диалог или там сказать что он темный лорд из ночного дозора и ему пора определиться со стороной которую ему надо выбрать то есть быть там за светлых или за темных или оставаться посередине то есть он сошел с ума не по той причине что он говорил что он темный лорд из ночного дозора они из гарри поттера да типа ну как бы если я видел много волон-де-мортов ну их часто косплеят а вот за волона что-то ни разу не видел косплея поэтому что за волон но ночной дозор вот он же когда меч доставал из спины а если сколиоз то он же не смог бы доставать кривой понимаешь ты больнее будет наверное но это будет ровно выйдет травмирование кожного покрова так появился великий иной который выбрал сторону зла начал в мулану злодея был кривой какой-то меч это как-то мы вызвали зафар нет джафар это владимир а это как-то по-другому там какой-то монгол или кто там был джин бур тот самый монгол который типа я помню одного монгола я помню только монгола из льи поповича шанью его звали концы у вас какие-то между собой просто сидим саша типа у вас свой подкаст у нас у меня зеленый чай я начал говорить по-китаевски просто студию как бы экономит пространство и два подкаста одновременно такой плацкарт такой формат плацкаст а мы ведь дианы скоро поедем в плацкарте сразу после плацкастом но вообще я я считаю что но сходить с ума абсолютно не прикольно ты же вот как бы начинаешь путаться где реальность а где вот этот вот вымысел который с тобой происходит да были какие-то у вас моменты когда вы чувствовали что-то странность такого прям нетипичный для себя когда я начала лунатить недавно это произошло что я легла спать в одном месте а проснулась стоя в дверях на втором этаже у друга в спальне ну это немного по-другому называется как на случайные связи с близким человеком нет я просто туда зачем-то пошла и открываю глаза и вижу что он лежит у него так телефон но он не спал залипал в телефон просто у него ряха подсвечивается снизу вот этим светом это экрана телефона и я такая нормально все нормально я я пошла у меня просто уже видимо настолько странно устроено уже мышление потому что мне постоянно какие-то фразы рифмы в голове витает я уже не считаю что это ненормально может быть я уже просто не понимаю что я болен часто даже во сне работы то есть я ложусь поспать чтобы придумать что-то и когда просыпаюсь это время когда я не успел еще полностью осознавать что происходит не вспоминаю какие-то окружающие меня обстоятельства меня приходит какие-то мысли возможно мне со мной уже что-то не так но пока мне за это платит все неплохо у меня так бывает по утрам когда я в туалет сигареты иду мне тоже кажется что все вокруг меня вымесил после третьей затяжки я реально меня так относит жесткая вообще не понимаю что происходит в этот момент если серьезно был какой-то очень тревожный период в моей жизни когда я просыпался посреди ночи мне казалось что уже наступило утро зимой утро же ведь начинается с того что восходит луна и она да ну как бы того это день и волк в городке и владивостокский волк начинает выйти до на силикатный в подмосковье во все свое волчье горло и я просыпаюсь понимаю что за окном вообще ну ни одного окошка не горит и ты вот берешь сигарету начинаешь курить и такое кажется я это делал буквально сутки назад а прошло там два часа это как будто бы в бесконечном сне я тебе рекомендую эти моменты слушать группу молчат дома ну да я тогда на следующий день просто не выйду на работу короче я готова тебя поставить за этот тезис пять баллов пьяать итак что ж 7 походов к психотерапевту пора бы уже начать лечиться благодарю благодаря давай 777 азина 3 топора началась игра давай один один топорик из 777 один меня понизили ладно пора поговорить о той проблеме которая возникает у каждого современного человека которая затрагивает абсолютно абсолютно любую личность которая слушает наш подкаст на протяжении уже нескольких дней это кстати говоря то что вас тоже может раздражать так же сильно как и меня это твои подводки я развожу мосты меня бесит фрустрация меня очень бесит фрустрация и самое главное что меня бесит это те люди которые думают что я супер эффективен то что вот каждый день я работаю и чем-то занят и они такие подходят и говорят типа слушай мне кажется ты вообще никогда не отдыхаешь а я вот понимаю что там в течение суток я восемь часов работаю и восемь часов фрустрирую просто слушай я думал только я так живу мне нет но почему-то ты так всегда ходишь красиво что я думаю что ты занят на самом деле видишь надо брать тебя пример а то есть у меня получается создавать эффект того то что даже когда я просто передвигаюсь по помещению серьезным лицом и ты такой покажется он занят чем-то не разу важным ни разу про тебя не думал что ты не работаешь господи слушайте вообще я не знаю это тема у москвичей что нужно все время что-то работать что-то делать или еще что-то такое допустим я спокойно могу фрустрировать я приняла что это часть процесса в рабочий день и я такая могу потупить посидеть и все а потом пойду что-то поделаю же стыдно таком говорить на людях а я вот понимаю о чем ты и я это заметила за собой с детства причем у меня есть определенные часы в которых я впадаю во фрустрацию фрустряшки да фручасы как скидл стрянка это время примерно с 15 до типа 18.00 я долгое время думала с чем это связано с тем что такое расписание было у мультиков которые я смотрела за 15.00 короче с часа до 15.00 шли самые офигенные мультики типа там шаман кинг самурай икс пинки и брейн и справедливости возможно винкс мне никогда не нравился а вот приходила вот во время винкс со школы как раз уважаешь вот а после 15 и до типа там пяти или шести часов вечера шла какая-то хрень и я не знала чем мне себя занять ну то есть ты как будто бы и не можешь себя ничем занять и еще время суток какое-то кончено типа это уже как будто бы после обеда непонятно что с погодой уроки делай не туда не сейчас прям окей мам или котлетки покушай рыбные надеюсь вот и да я короче поддерживаю фрустрировать очень стыдно не стыдно но вот ты просто подумай как бы у тебя одна жизнь у тебя тоже одна жизнь у нас у всех одна жизнь и вы тратите ее на что на фрустрировать да ну вот вот так но такое настроение ты чувствуешь себя не эффективной не производитель я раньше загонялась по этому поводу но потом как бы я отстала от себя разогналась настолько что просто проехал я могу час потупить но потом типа этот час как раз таки я набираю сил чтобы потом пойти и там не знаю отрядачить сборку подкаста который два часа длится а это типа много достаточно я с тобой согласен у меня тоже раньше были такие загоны но потом как но мне терапия в этом помогла как-то разобраться своими чувствами и я просто стал тоже как только больше стал принимать это все и относиться спокойно и как-то все стало намного легче двигаться потому что для меня какой-то это это странная история что ты всегда должен быть чем-то занят это вот мне бабушка так говорила что нельзя сидеть без дела ты должна ты если нечего делать иди приберись почитай книжку не знаю он грядку мне помоги прополоть ты всегда должна быть занята папа тоже самое мне это говорила я не понимаю что я должна все время чем-то заниматься я хочу не знаю полежать посмотреть богиню шоппинга блин или что-то но самый прикол в том что когда ты перестаешь об этом думать и расслабляешься у тебя находится время на все ты успеваешь что-то посмотреть и какие-то например там отложенные статьи почитать у меня так происходит вот вы сидите сейчас такие оба счастливы и довольны что мне даже хочется переобуться и сказать мне так нравится фрустрировать ребят а надеюсь исполнительный и генеральный мне после этой фразы подниму зарплату и скажет блин чувак ну посиди короче пофрустрирует немного у меня был очень забавный период и папы когда его пытался обучить всяким модным термином психологическом там депрессия фрустрация этот синдром самозванца и он мне ну звонил с утра там когда мы должны были поехать на рыбалку либо еще по каким-то делам и такой ну что про фрустрался уже или еще нет мне нравится фру часы и фрустрался фрустрался да иди фрустрился как там твой синдром обосранца синдром обосранца да у меня был только синдром обосранца но об этом я на следующем круге расскажу ладно тогда я тебе ставлю один отлично насадила накал пофрустрируй на нем пофрустрируй на нем а когда надоест возвращаться назад гулять по владе по воде во владивостоке отлично мне нравится слушай ну я как будто бы тоже буду таким супер осознанным и откажусь в тебя поддерживать поставлю тебе один фрустрирующий столб да надеюсь это не твой в столб обычно все мои материалы уходят в столб я ставлю тебе три часа фрустряшки я понял фру часа три фру часа меня бесит что я на все практически реагирую слезами ну типа на радость на грусть на злость не знаю зарплату да там слезы счастья и грусти одновременно счастье что она пришла грустно что так мало и я не знаю почему так когда мне грустно я реву прям от души так не знаю в захлеб соплями слюнями ору в подушку иногда ну смотря насколько грустно да когда мне радостно я смотрю какое-нибудь кино и там какой-то радостный момент я начинаю тоже реветь я понимаю что у меня типа глаза на мокром месте если меня музыка какая-то трогает я тоже сука начинаю реветь однажды в церкви я была в каком-то храме и там вот все пели там псалмы ли что как это называется рейв был но очень красиво было вот эти все песни церковный хор пел и меня это так тронуло и я стою на реву и ко мне подходит бабушка и начинает меня утешать и говорит что типа все будет хорошо что смотри на меня все будет хорошо что у тебя случилось все дела и я не знаю как объяснить бабушки что мне просто так красиво поют что я начинаю реветь на концертах там какой-нибудь классической музыки тоже как дура одна сижу значит идет опера онегин по-моему и и я значит реву я думаю блин ну как-то это стрёмно я красивая приперлась театр и реву мне кажется это наоборот даже мило в какой-то мне тоже так кажется почему ты не сдерживаешь себя не знаю мне всегда меня это бесит а ты подумаешь что среди миллионов черствых людей которые вообще никак не выражают свои эмоции среди нас вот четверых ублюдков токсиков ты единственный искренний лучик когда смотрю кино тоже наблюдение господа за все время сколько мы записываем подкаст я ни разу не заплакал и ни разу не заплакала вот и вот и смеешься да смеешься там такая прихожу домой в отель и знаешь как реву и вот вот да вот те три часа которые ты в себе держишь ты такая блин вот теперь это да я могу такое тоже кстати нет я тебе не верю там стоит глазной коттедр просто собирает слезы это еще одна проблема люди не искренне даже вот тех кого ты считал своим другом партнером они в лужу пук в итоге не друг а в лужу пук и вот что с этим делать я не могу теперь смотреть тебе в глаза буду смотреть на дырку в столе на твои ноги я когда буду ну приду домой буду плакать я сфоткаю и пришлю в чатик давай чтобы ты знал что это тот самый чат в котором вы можете посмотреть абсолютно все дополнительные материалы от нее за деньги мне кажется что ну во первых это классно ну как бы стремно так наверное говорить потому что это типа твои эмоции а вообще почему да мы так типа делаем можно же не делать как будто бы я нормальный человек ну типа короче я к тому что ну наверное не мне говорить что это классно но в целом не знаю я очень воодушевляюсь людьми которые могут как-то искренне на что-то реагировать потому что у меня совершенно иная проблема ну это не то чтобы даже проблема но в целом у меня диапазон моих эмоций он достаточно сжат ну то есть он вообще не длинный и я не могу испытывать какую-то офигеть какую радость это человек который видит на улице когда идет снег это совершенно другое меня вот типа есть две вещи в этом мире три вещи в этом мире которые могут заставить меня просто охренеть от радости это снег маленькие шиножки и деньги подожди думала снег подсветка на зданиях москве нет это моя кошка но кстати с подсветкой это вообще пиздец я не знаю кто у вас это делает но это так прикольно смысле кто кто это мы делали просто все горит справиться сидеть это очень прикольно осветительные приборы ударит кетс ах уж эти правительственные проекты вы арестован вы имеете право хранить молчание но короче мне кажется что это прикольно и это классно типа я просто как бы смотрю на людей которые искренне чему-то радуются или они типа смотрят на какую-то классную картину могут заплакать я такая просто офигеть ребят я тебя не очень понимаю мне кажется круто когда ты просто ну можешь быть собой если ты чувствуешь что ты сейчас растроган не надо это вскрывать вообще мужчины тоже мне кажется вполне себе имеют право на это как минимум у них есть железы которые выделяют слезы поэтому будем честны с организмом вот я видимо выросла в какой-то среде где все таки ну знаешь нельзя плакать нельзя радоваться ты должен только работать в этой ситуации ты всегда можешь сказать посмотрите на майка тайсона очень нетрогательный мужчина часто плачет когда рассказывает о своем опыте я думаю что он просто не может контролировать себя он курит много на самом деле может быть с этим связано но мне кажется мы же все росли ну не может быть не все но многие с этим сталкивались когда ты типа громко смеешься тебе говорят учет типа громко когда ты плачешь играет учетка соберись и такой типа окей я давлю слезы обратно но в любом случае мне кажется давайте поддержим даша дашь это классно да ты молодец ты молодец такая просто вообще дураки что такое говорить мне кажется это наоборот офигенно что люди уже во взрослом каком-то возрасте могут сохранять какую-то эмоциональность тоже офигенно да спасибо что сказала что я взрослая так они тут у нас пожилые 5 целых 17 мы с дедишкой тут самые такие янг гадз да зумер ну если ты плачешь что ты еще жива я вспомню об этом в следующий раз когда буду плакать слушай мне нравятся те комплименты которые ты делаешь девушкам саша я возьму на заметку сколько слезинок мне поставить я тебе ставлю 5 слезинок грусти нет я ставлю тебе 4 слезинки грусти и 5 слезинок радости 9 в итоге получается 9 нет давай ладно 6 слезинок радости запутаю тебя ты пытаешься ее расшатать и так шатки баланс 4 слезинки грусти и 6 слезинок радости 10 10 слезинок все я тебе ставлю кап 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 краник потек а я поставлю 8 эмоций потому что мой эмоциональный диапазон ровно в два раза меньше чем у нее платишь когда-нибудь да у меня было такое пару раз я плакал на великом гэзбе примерно с мыслью блять она его булла и мне было его очень жалко я плакал на однажды в ирландии в переводе гоблина ну там просто очень очень жирный но не в плане того что он большой но как актер он жирно играл а при рождении не плакал нет меня у меня мама занималась балетом и ей сказали если вы еще сильнее сейчас мышцы напряжете ваш ребенок просто об стенку размажется у меня у меня не было такой опции понимаешь было на стенку вот либо молча вылезти самостоятельно но я как человек который занимается смыслами текстами выражением идей скажу вам что меня бесит смысл смысл жизни все что связано с его поиском все что связано с его формулировкой это просто отвратительно что особенно когда ты пытаешься его найти ты начинаешь читать каких-то замечательных людей умных философов и понимаешь что один придумал один смысл другой другой и никто не догадался как надо поступить на самом деле надо самому придумывать свой смысл жизни а не искать его поэтому меня бесит когда мне везде предлагают какие-то смыслы я понимаю твою боль мне предлагают смысл жизни моя семья они предлагают чтобы смысл моей жизни был было создание еще одной семьи ну то есть они считают что все чем я в жизни занимаюсь это так хрень типа ты конечно молодец даша у нас девочка вот такая интересная но а ты как там это когда уже надо зачинать дитя уже тебе уже 30 вообще-то в европе нормально заводить после 30 ну я тоже говорила но мы-то понимаем в европе подождите краснодар же не азиатско направленная территория ну то есть как бы владивосток можно еще сказать краснодар тоже маленькая италия ну да и ты должна говорить у меня как в европе все маленькая франция прости маленький париж ты сказала так будто бы ты революционер краснодар из маленький франц но революции мы порицаем место революцион мне очень нравится как сказал один замечательный поэт российский ну русский скорее башлачев он сказал нету рая нету ада никуда теперь не надо реально вот на этой позитивной ноте да блин не знаю мне кажется что вы смотрели настоящего детектива сериал такой первый сезон вообще первый сезон да остальное все херня и вот там короче есть один офигенный персонаж расти очень позитивный человек вот он говорил что поиск смысла жизни вообще наше существование это одна большая наебка ну то есть мне кажется что нужно перестать это делать лучшее что мы можем сделать как биологический вид взяться за руки и вымереть я бы на твоем месте на людях об этом помаркивал как будто бы поиском смысла жизни мы оправдываем свое не супер грандиозное существование сейчас но туда обесценивать это то же самое примерно как типа знаешь когда у тебя там с левой стороны горит твой дом а с правой стороны у тебя загорелось не знаю типа жопа нет типа просто какая-то маленькая бумажка и ты и ты типа такой вот блядь и проталкивай какие-то светлые мысли глубокие в этом подкаре я тут просто всю тайну мироздания пытаюсь сказать а вы про жопы не в жопе поиск смысла жизни это то же самое когда у вас с левой стороны горит дом с левой стороны левая булка а какой смысл блять если вы сейчас думаете про жопу вот я просто не понимаю типа я завязал посередине итак шестой раз дубль шесть сука с левой стороны горит дом с правой стороны горит какая-то хрень у даши тут истерика потому что слово жопа неимоверно смешная просто дома справа жопа простите я тут человек который угорает над словами жопа какашки пуки сися просто не разъебывает дико так вот что я пыталась сказать пока мои коллеги обсуждают жопы я хотела сказать что на самом-то деле вот вся эта моя метафора да ребят вот с вами говорю просто слушателями честно вот честно в душу честно короче вот это вот маленькая горячая бумажка она наделяется каким-то метафорическим смыслом даже сейчас опять смеется думает про жопу ну кого это ебет продолжаем так вот эта маленькая бумажка она наделяется какой-то каким-то метафизическим метафорическим смыслом и вы как будто бы отвлекаетесь и типа думаете как ее потушите почему же она горит тот момент когда у вас горит дом у даша горит жопа потом все еще смеется не поверите и вместо вместо того, чтобы тушить дом, которая как бы, да, вот метафора в том, что это ваша жизнь. То есть дом, как горячий, это ваша жизнь, и он горит гораздо быстрее, чем эта ебаная бумажка. Ну вот так уж и странно. Ну в Дашном случае жопа, ведь она все еще смеется над этим словом. Так вот, как бы все эти смыслы, точнее их навязывание отвлекает нас от текущей жизни какой-то и от ее проживания, собственно. То есть правильно я тебя понял не сколько важен дом, сколько важна бумажка. Нет, важен как раз таки дом. Не только лишь бумажка, когда есть горячий дом. Да, важен дом, а не бумажка. Как говорила моя бабушка, без бумажки ты какашка. Я не шутила. Бабушка была философом. Ребят, вы видели, да, что мы искренне пытались наделить это каким-то смыслом, но... Если честно, ты так хорошо начала заходить, и я прям почувствовал, что это будет какой-то самый, какой-то добрый подкаст, который поможет кому-то что-то обрести, но потом все сломалось. Ну, я зашла в жопу, да, я понимаю. Ну, извините. Окей. Я вообще считаю, что не надо искать смысла там, где его нет. В жизни нет никакого смысла скрытого. Я однажды... И очевидного тоже. Я однажды разговаривал с шахматистом, он сказал гениальную фразу. Он сказал, что в жизни смысла нету никакого, но очень важно его придумать себе. Я готова тебе поставить восемь смыслов жизни. Предложить, так сказать. Больная тема очень, на самом деле. Я просто каждый день на этот счет думаю, каждое утро встаю, и вот ты сейчас еще перед сном напомнил об этой истории, поэтому три капки. Хорошо. Эрудит. Я тебе ставлю десять экзистенциальных кризисов. Ну да. Вследствие поиска смысла жизни. В его возрасте это уже не за горами. И знаете, какой, судя по цифрам, смысл в моей жизни? Очко, я правильно понимаю. Ну конечно, мы все ради этого делаем. А двадцать один, это, кстати, ангельское число, если мне не изменяет память. Там что-то связанное с тем, что ты двигаешься в верном направлении, что твои действия правильные. Знаешь, самое грустное, что даже у ангелов есть иерархия. Так, все, закончили. Диана, хватит, далеко от жопы ушли. Что-то как-то ангельский получается. Возвращаемся, меня как раз позвали. Очень сильно раздражает вот эта вот херня, что все проблемы с менталкой как будто бы идут из детства, когда я в целом была максимальным нераздупленышем и не выбирала совершенно ничего. Очень сильно раздражает, что всякая фигня, которая со мной произошла в детстве, я, во-первых, даже не была в курсе о том, что она со мной происходила, но каким-то образом это все поспособствовало тому, что сейчас я должна энную сумму денег отстегивать какому-то рандомному человеку, чтобы функционировать. Соглы. Было бы классно, если бы... Ну, знаете, вы никогда не думали о том, что как прикольно, типа, во втором классе быть с мозгами, когда, типа, 16-летний, чтобы прийти и всех, типа, раскидать какую-то... Я каждый день так мечтаю делать. И я бы хотела, чтобы у меня была возможность прожить свое детство, как бы, знаете, типа, еще раз, ну, типа, не заново, а просто еще раз, с мозгами, которые у меня сейчас, чтобы я в целом не обращала внимания на всякую такую фигню. Или хотя бы с таким же эмоциональным интеллектом, как у меня сейчас. Вот. И тогда бы мне не пришлось въебывать огромное количество денег на психотерапевта, потому что я бы понимала, что, типа, ну, это фигня, ничего страшного. А будучи ребенком, я такая, типа, а-а-а. Я даже об этом... То есть я даже не... Вот, короче, когда я пришла на терапию, мне сказали, что даже те вещи, о которых я в детстве не задумывалась, они каким-то хреном меня смогли травмировать. И теперь, типа, то есть я их даже не смогла назвать. И это, мне кажется, очень жесткий обман этой жизни. Вот. Да уж. Согласовано полностью вообще. Берем. Покупаю. Ну, не знаю, я никогда не испытывал таких проблем. Да еб... Ну, потому что у тебя есть свой магазин на автозапчастей. Да не, на самом деле... Так что люди, у которых есть магазин на автозапчастей, вообще не испытывают проблемы. Могут, да, просто заменить свою душу и тело на автомобильные запчасти и перестать что-либо чувствовать. У меня просто в детстве шел у родителей какой-то долгий, непрекращающийся эксперимент надо мной. И мама занималась оценкой персонала. У нее было очень много разных тестов, которые позволяли выявлять там амбиции, паттерны поведения, деструкторы и всякую другую историю. И у меня была другая фигня. Мне очень рано рассказали о том, какие у меня проблемы с головой и что мне нужно контролировать. Везет тебе. И я долгое время себя контролировал. Все дошло до того момента, что я такой, ну, мне прям плохо, я звоню маме. Мама там, чили где-то в Мексике. И я говорю, мам, можно мне позлиться? Она такая, ты зачем разрешение спрашиваешь? Я говорю, ну, вот мне по твоим тестам злиться нельзя. Серьезно? И мне кажется, если я сейчас себя отпущу, будет что-нибудь плохое. Она такая, ты что, дурак? Это типа правда? Да, серьезно, серьезно. Офигеть. Я всегда боялся, ну, как сказать, ну, вот у тебя, как у человека, есть какие-то твои сильные стороны личности. Условно, ты там коммуникабельная, амбициозная, предположим, и стрессоустойчивая. Но при этом же твои сильные стороны личности являются твоими деструкторами. То есть, ну, вот как у монеты есть две стороны, так же у твоих сильных сторон. Вот. И как бы успех всей этой штуки кроется в том, что ты как бы понимаешь свои слабости, и вовремя эти слабости, чаще всего стрессовые ситуации, перекрываешь для того, чтобы не было какого-то вот, не контролируя негативного эффекта. Я подумал, что если я всегда буду контролировать свои негативные стороны, я когда-нибудь от них избавлюсь. В итоге я стал просто таким безэмоциональным бревном, которое все в себе хранило, было суперхорошим, и когда ему хотелось повеситься, он такой, нет. Понимаю. Интересная история. Не знал. Мне вообще бесит, что, ну, я тоже ходила на терапию, мы все такие осознанные здесь, и, ну, да, скрывается, что в детстве какие-то события повлияли на меня как на человека, как на личность, и, ну, сложился определенный шаблон поведения, что ли, в тех или иных ситуациях, и мне приходится его либо как-то пытаться расшатать, разрушить, либо объяснять себе, что это нормально, ну, типа, успокаивать себя как-то, как ребенка, да? Что это не вся ты, это просто не гипотер. Да, 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 и, ну, типа, я не могу просто, типа, ну, делать, что хочу, там, реагировать, как хочу спокойно, не думать о том, что это как-то повлияет на кого-то, или кто что подумает, вот так. Подумай в эти моменты о том, задумывались ли о таких вещах спартанцы, которые стояли в шеренге. Возможно. А подумайте, когда вам плохо о том, как хуже детям в Африке, ребят, ведь это так и работает. Типа, ваши проблемы по сравнению с проблемами других, это херня собачья. Это называется обесценивание. Мне кажется, что просто вот современный человек, он настолько избалованный, ему настолько нечем заняться, что мы вот начинаем себе придумывать. О, нет, ну хватит, пожалуйста, мы сейчас пойдем к тому, что депрессии не существует. Конечно, конечно. Все это выдумано. Так же, как и генда. И смысл жизни. Поняла, как я вышел из этого? Небинарные, биполярные люди с вами разговаривают сейчас. Вас просто нет. Это не настоящий значок, и ты не настоящий. Ты сумасшедший. Я готова тебе поставить 10 травм. Спасибо, Даша. 10 хуков справа. Отлично, тебя и забьем баллами. Давай, Никита, хук слева, чтобы выровнял. Но я как-то с ними проработался, все нормально. Более-менее. Отлично. Я завидую тебе. Сейчас мы обсуждаем очень важную злободневную тему, которая касалась абсолютно каждого ребенка. Вот, продолжая тему дедишки про травмы с детства, у меня была одна очень серьезная травма. Меня бесит, что я в детстве боялся темноты. И я даже до сих пор в каких-то местах боюсь темноты. Я тоже. Я тоже. А мне прошло это. Хотя я раньше там такие вещи видел, что даже страшно вспомнить. Знаешь, что я видел? Я больше всего боялся скелетиков с топориками, которые стояли за шторами. Поэтому в один из моментов я снял все шторы в квартире. А знаете, когда это произошло? Когда меня родители сводили на первого человека-паука, там, где был доктор Октопус. А потом сводили на карателя. И такие, типа, интересно, а почему ребенок перестал спать по ночам? Но это еще не все. После карателя, я вот как сегодня помню, будто бы это случилось, вышла девятая рота. Мне было лет, наверное, пять или шесть. Я знаю, что тебя там травмировала. Блоснежка? И семь гномов, да. Это было отвратительно. Я долго не выкупал, что там произошло. И это было так дурацки, что потом, когда в соседней комнате моя мама стонала от чего-то, и я такой, мам, мам, все нормально. И она такая, да, все хорошо, просто папа делает маме массаж. Блядь. Но давайте, чтобы разбавить эту немноточкомерскую ноту, я вам расскажу, как я действительно боялся темноты. Туалет находился в другой части квартиры, и чтобы до него дойти, нужно было преодолеть темный коридор. Чаще всего с этой задачей я справлялся очень легко. Я брал одеяло, накрывался за головой, брал две подушки и ползком проползал через всю квартиру. Но в один из дней эта схема дала сбой. Я дополз до угла туалета, поднял голову из-под одеяла и увидел тень. И я подумал, что кто-то стоит возле толчка, хотя на самом деле это казался мамин халат. То есть вход в туалет был заблокирован напрочь, а писать хотелось. Капец. Родителей будить было не вариант, потому что я и так их каждую ночь будил, потому что не мог уснуть. В итоге я примерно как дирижабль навевал круги вокруг обуви родительской. Где-то, наверное, часа два. Пока в один из моментов у меня не кончилось терпение, я просто не надудел в папины парадные ботинки. Да ладно? Да ладно? Подожди, а у вас был кот дома? Кота не было. Кот как бы умер несколько лет назад, поэтому как бы было, ну реально, утром долго никто не мог понять, почему вдруг из ботинок воняет санина, и причем из тех ботинок, в которых сегодня нужно идти. Жесть. Это не была финальная капля, но эту историю я запомнил навсегда. Это прекрасная история, мне кажется. Но я тоже боюсь темноты. Ночью сегодня, кстати, я такая сплю, а у меня там, короче, крючки есть в номере, и на них висит утюжок для волос, и он ночью падает. Ну сказать, что я обосралась, это ничего не сказать. Вот, и мне еще, знаете, когда с просонья, типа кажется, что кто-то есть в номере или что-то такое, я иду проверять, есть ли кто-то в номере или нет, сквозь страх. Никого не было, утюжок на полу. Я думаю, господи, это духи, наверное, какие-нибудь в этом номере кто-то умер когда-то. Ну, короче, я все себе придумала, но я в итоге подняла этот утюг, просто его положила, а спать уже как бы сложно. Я не то чтобы боюсь, но мне некомфортно, наоборот, при светлоте, а не при темноте. А я сплю с телеком. Не, мне комфортно, когда вот прям мрак дома, то есть я всегда, у меня блок-аут, шторы абсолютно везде. Это правда. И типа я все занавешиваю не потому, что я такая, типа свет, но просто в целом мне так гораздо комфортнее, если он едва-едва там что-то очень приглушен, или лучше, если его вообще в целом нет. Ты нуарочка такая, да? Да, да, да. Мне типа так гораздо комфортнее. Я думаю, что дедишку все-таки укусил когда-то вампир. Да. Поэтому не сильно, так чуть-чуть прикусил. Чуть-чуть прикуснул, да. Но вообще вампирам быть классно, кстати. А знаете, что пугает, кстати, к вампирам, что пугает в темноте? Зеркало. Ой, это стрёмная фигня. Я вообще, типа, боюсь зеркал ночных. Они страшные. А ты постой, посмотри на себя в темноте в зеркале где-нибудь, ну минуты три хотя бы. Я не хочу. Ну ради экспериментов. Сам смотри, я не буду. Очень интересный экспириенс. Я сейчас вспомнил коротенькую историю тоже про эти страхи темноты. Я один раз лежал в комнате, и мне было так страшно, что у меня от пота пропотело все, постельное белье вообще полностью. Ты прилип к одеялу? Да, блин. Я залип. Залипуша. Я ставлю 10. 10 ночничков? Да. Чтобы в моей комнате всегда было светло. 10 упавших утюжков для волос. Ну, я тебе ставлю 4 торшерика. Торшерикс. Ну давай 5 ботинков. А боссовых? Пока что пустых. Причем 5. Что с шестым? Только просто остается догадываться. Меня бесят сны. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Как я упоминала ранее, я ходила на терапию, и мы там, значит, выяснили, что у меня сны такие суперговорящие, потому что через них мое подсознание со мной разговаривает и пытается что-то донести. Но, как правило, эти сны, вот, знаешь, ну, какие-то чеканутые, блин, очень странные. Я даже не знаю, как это все описать. И меня бесит, что мне нужно реально ходить к отдельному человеку, чтобы он мне расшифровывал мой сон, типа, и объяснял, типа, что мое подсознание пытается мне сказать через вот эти вот образы. Можно же просто сказать, раз уж на это пошло. Можно в сонник посмотреть. Ну, я не про сонники. Сонники — это хуйта. Так, трактование снов, оно построено примерно на таком же принципе, на самом деле. Я, наверное, не про... Ну, трактование в каком смысле? Психологическое. Ну, в смысле у Фрейда есть большой научный труд, в котором как раз-таки он приводит большое количество разных примеров снов, которые снились людям в разных жизненных ситуациях. И за счет этого, ну, насчет наблюдения, позволяет тебе проинтерпретировать твой сон. Да, и все интерпретации сводятся к тому, что ты хочешь трахнуть свою мать. Ну, типа того, да-да-да, зачастую. Но просто, ну, как бы в этом весь фрейдизм. Ну, короче, вот меня раздражает, что это слишком сложно. Я бы хотела какую-то упрощенную систему тогда. Окей, это сон, подсознание пытается что-то сказать, но оно такое говорит. Даша, есть вот такая вот проблема. Реши, пожалуйста. Все. Но все-таки трахнуть-то кого-нибудь хочешь? Ну, для Феликса из Трайкидс. Да. Хороший выбор. Слушай, ну, а ты не пробовала как-то их фиксировать, может, потом использовать как фактуру для каких-то экспериментов? Пробовала. Иногда я что-то там даже записывала. Я помню, я фиксировала в календаре, как часто мне снится сон про зубы, выпавшие или раскрошенные. Я просто пыталась отследить, может, там, это какое-то новолуние. И именно в этот день мне снится этот сон. Но вообще все рандомно было. Но сны иногда просто бывают интересные. Их можно использовать как основу для какой-нибудь истории или еще что-нибудь. Каких-то образов. История болезни. Я вот днем люблю спать. Днем очень насыщенные сны всегда. Я не умею спать днем. Только если ночью не спала. Тебе не хочется днем спать? Нет. Ну, хочется, но я не сплю. Я бы спала, вот если бы можно было спать очень долго, я бы спала. Мне кажется, сон это вообще офигенная штука. Это, знаете, как пробник смерти. Смерть. Это лишь начало. Ну, типа... Тебя точно укусил вампир. Ну, в смысле... Да, это моя пытошная. Но в смысле... Это моя пытошная. Это же прикольно. Ты просто можешь взять и отключиться. То есть, мне кажется, сон вообще очень многое решает. То есть, если ты не можешь там покушать, например, а ты очень хочешь есть, ты просто такой, типа, посплю. Если тебе грустно, и это не проходит, там, допустим, ты с кем-нибудь расстался, может, тебе не прикольно, ты такой, типа, посплю. И сон как будто бы схлопывает время. Он позволяет тебе просто не находиться в реальности, ничего не делать, какое-то количество времени. И плюс за счет этого ты еще набираешься, там, каких-то ресурсов тебе что-то восполняется. С другой стороны, я вижу вселенскую наебку в том, что, если, например, у тебя там что-то нехорошее случилось в жизни, а тебе еще и кошмары снятся. Это я, привет. Вот это вообще... Да, вот. Вот это вообще жесть. То есть, тебя со всех сторон дрочат мироздания. И это неприкольно, мне кажется. Согласна полностью. На самом деле, я вот давно для себя открыл дневной сон, особенно вот эту минимальную фазу сна в 30 минут и очень часто помогает немножко перезагрузиться и снять тревожность. Вот я, кстати, сегодня было куча сдел, и мне удалось вот перед созвонами, между созвонами выделить 30 минут, но пришлось спать в ванной, кстати. Я сегодня спал в ванной, ну, потому что все комнаты были заняты, все переговорки были заняты, и я пошел просто в ванную и 30 минут поспал. Нет, я постелил под почки полотенца. Только под почки? Да. Это единственное, что у него промерзает. И очень круто. Я вот вышел, немножко перезагрузился, стал спокойнее и продолжил дальше гореть. Блин, и на самом деле, я когда сплю днем, ну, во-первых, я не считаю, что это плохо, это классно, но просто я когда сплю днем, у меня такое ощущение, как будто бы меня, знаете, человек 15-летний отмудохали по голове, типа... Как будто бы автобус сбил. Да, и я просто просыпаюсь такая вареная максимально. А потому что ты неправильно это делаю просто. Ты неправильно спишь, то есть надо вот почитать про фазы сна. Надо в ванной. Да, в ванной. В ванной под полотенчиком. Проблема в том, что нужно спать определенное количество времени. Вот если ты будешь спать там условно 30 минут, то ты как раз сможешь убить вот это вот желание спать, и ты сможешь быть потом бодрее. Этот подкаст полон лайфхаков. Я тебе ставлю два кошмарика, потому что мне нравятся сны. Я поставлю пять минут сна. Просто потому что иногда в мои сны смешиваются дети с игровой площадки, и мне начинают сниться кошмары. В остальное время мне все нравится. Что тебе сниться эти две девочки из сияния, типа... Ему сниться, что все эти дети его. Да всякий бред на самом деле. Вот детские голоса почему-то провоцируют мою психику генерировать какой-то ужас. Типа ты просыпаешься, точнее наоборот, ты засыпаешь, у тебя там ипотека во сне, да, типа в бетонной коробке. Машина в жопе, да. Я поставлю тебе две фазы сна. Так я люблю сны, я люблю спать, меня бесит, что их нужно интерпретировать как-то. Ну ладно, я услышала вас, я поняла. Было бы забавно, если бы тебя бесило, меня бесят смотреть сны. Вот можно было бы их как-то прокручивать, как рекламу, такой щелк пропустит. Не, у меня, кстати, очень красочные сны, офигенские. Вот я думаю, что у всех женщин так, а у мужиков все чебешное. Да, раз уж у нас такие сегодня каминг-ауты, я расскажу, что меня очень бесит, когда у меня повышается тревожность, и я начинаю сравнивать себя с другими людьми, причем с каждым, кто проходит мимо или едет на машине, и я такой, блин, Саша, смотри, вот он едет на машине, у него машина есть, наверное, у него свой бизнес есть, он счастливый, у него есть семья и дети, а ты нет, у тебя 36, у тебя нет машины, ты копирайтер. А вот этот вот красивый черный мужчина, наверное, у него своя лавка мясная, может быть, а у тебя нет своей лавки, хоть ты и мясник. Это ужасно, это так выматывает, и иногда я прям не знаю, что с этим делать, я ненавижу просто это. У меня такое было, и иногда тоже проскальзывает, мне кажется, что все женщины, где бы я ни была, они все красивее меня. Ну вот, в твоем, да, в женской интерпретации это, видимо, вот про красоту, да, вот у меня про реализацию, наверное. Блин, это как будто бы отсылает еще, знаете, к вот этому раздражителю Даши, типа, про сны, как будто бы за нами, блядь, охотятся наши же кошмары, ну, типа... Ну да. Самое интересное, что когда я вижу условного какого-нибудь охранника или дворника, и как будто бы я мог бы здесь как-то компенсировать, сказать, что ты-то смотри, ты такой вот там работаешь в креативном агентстве, а он дворник. Ну, это не работает, ни хрена, зараза, почему это не компенсирует это? Вообще никак. Причем наоборот, мне кажется, когда я узнаю, что человек там работает, ну, знаете, кем-то, ну, не знаю, я вообще не осуждаю никакие профессии, почти никакие, например, вот эти девочки, которые делают маникюр или бровки, или реснички, я понимаю, что они зарабатывают, ну, там, в несколько раз больше, чем я, я такая, типа... Ну, то есть нет у меня такого, что ты же придумываешь что-то, типа, это же прикольно, я такая думаю, что, блядь, я не на то училась, видимо, ну, типа, и у меня какой-то когнитивный диссонанс, поэтому, да, я понимаю. Я завидую только экспертам по личностному росту, по игре в лилу чакру и по постановкам целей, завидую экспертам по духовному росту, по поиску целей. Ровно час спустя. Да меня, я просто, я реально, я не могу понять, ну, как бы, обычно мой опыт и опыт этих людей не сильно отличается, но почему-то они говорят, типа, я эксперт жизни, это потому что, блин, у тебя локация Бали, а не силикатная, ну, что теперь, кто вообще делает из себя эксперта? Слушай, у нас, короче, в Новороссии есть девочка, ну, она там блогер, ну, как блогер, что-то там лайфстайл свой снимает, и вот она тоже там, она манифестирует, и вот она наманифестировала себе и уехала в Дубай. Вот. А я-то это интересно. Мы ее шарим. Как я тоже тут наблюдаю одну блогершу, и я решил даже посмотреть, сколько ее стоит курс, как оформлен лендинг. Удивительно, лендинг прям блестяще собран, все круто по, как бы, драматургии, но больше всего мне понравились регалии, то есть, ну, человек, который заявляет о том, что он знает, как зарабатывать, что он развил свой бизнес. Там написано, что выпускает самые классные песни, которые взлетают в ТикТоке. Она была спикером в МГУ, и еще она написала книгу. Шикарно. Все. Вот она, современная эксперт. Какие у тебя регалии? Это, знаете, версия гений, миллиардер, филантроп, плейбой, 2К23. Вообще, пока регалии не появились, вот я могу показать свои рогалии от предыдущих отношений. Я хочу рогалик. Ты постоянно голодная. Вообще, слово регалии уебищное не находите? Да. Как регалии. Да, да, и значение. Как будто бы, типа хинкали, только что-то такое. Да, да, да. Можно говорить по-испански «регало». Это как будто бы на украинском, по-моему, теперь на польском, типа. На украинском. Ну, это Южная Испания. Звучало как будто бы, ну шо, ты рогала своё, открыла. Десять сравнений с другими людьми. Я ставлю тебе восемь людей, которых ты сравниваешь с собой и понимаешь, что ты лучше. Десять синдромов самозванца. Так можно? Конечно. Десять самозванцев из десяти. У меня получилось... Рекомендуют вам слушать этот подкаст. У меня получилось двадцать восемь людей, которые лучше, чем я. Итак, подведём итоги. Сегодня на самом дне нашего подкаста завалялся Никита. Его двадцать два балла. Хорошо, что вы меня отряхнули всё-таки. На ступеньку выше поднялась я. У меня тридцать баллов. Ещё чуть-чуть выше, уже так, чисто в нормальном обществе вращается Диана и её сорок баллов. И просто на Олимпе духоты сегодня заседает Саша и его сорок девять баллов. Практически Зевс. Получается так. Я Зевс. Бог самопознания. Вот от кого действительно ждут курсы по цело... По полицеровским премиям. Можешь вести курсы по целеполаганию. Ну что, на этом мы завершаем наш душный подкаст. Душный, раздражительный, неприятный, много мерзкий, но такой весёлый. Сегодня с вами были Никита, Буэносноческ, Кабронес, Саша, Хлеб, это углевод, Диана, семь раз отмерь, один раз отрежь, и Даша. Ставь на жопу, вышла из чата. Уровень интеллекта три. Всё, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok